Добрый вечер. После того, как в ожесточенной борьбе с самим собой мэр Собянин победил мэра Собянина и, заняв должность мэра Собянина, стал наконец-то мэром Собяниным, он, с одной стороны, сказал, что, ребят, наконец-то Москву вернули москвичам, не уточняя, конечно, что Москва — это его, видимо, партийный позывной. Во-вторых, он пообещал окружить нас всех заботой и, опять-таки, не уточнил, как именно эта забота будет распределяться по различным социальным категориям людей, при том, что два предыдущих года его управления городом показали, что все мы поделены на три сорта. Первый сорт, ну, он даже не обсуждается, второй сорт — это пешеходы, третий сорт — это автомобилисты. В таком замечательном образцовом коммунистическом городе, каким Москва станет в ближайшее время, третьему сорту места нет, поэтому третьесортники обязаны подтянуться и как-то приподняться до уровня хотя бы второго сорта. Для этого задумана масса мероприятий. Об одном из них, например, проболтался Хуснулин, который был вообще, в принципе, не в курсе, что есть какие-то выборы. Он уже, судя по всему, заранее знал, что на этих выборах победил тот человек, который оставляет всех на прежних местах, поэтому можно было двигаться вперед и раньше времени сболтнул, что из центра будут выгнаны абсолютно все, поскольку первый сорт, он как раз очень любит центр. Вот эта историческая любовь к центру у людей первого сорта, она многолетняя, по большому счету многовековая, но особенно в последний период она была заметна, когда люди, приехавшие на освоение Москвы, очень любили пройтись там по ГУМу, потом прогуляться по Красной площади. Это любимый для них ареал обитания, они редко ходили по черемушкам, но не их территория. Поэтому, естественно, когда они сейчас уже, оказавшись во власти, принимают какие-то серьезные решения, они расчищают под себя привычный центр, при всем при том, что эта расчистка центра, она идет по всем направлениям, и транспортное направление наиболее четко показывает, до какой степени этим людям абсолютно плевать на ситуацию, складывающуюся именно с коренными москвичами, а также на такие неприятности, как, например, неудобство или удобство для людей, так или иначе оказавшихся в роли москвичей. Даже московская власть сама официально по статистике признает, что 58% трафика — это попытка проехать соседний микрорайон. И только 12, порядка 12%, иногда до 20% — это транспортные потоки, направленные в центр. То есть в течение всего дня главная задача у людей за рулем — это переехать на соседнюю улицу, а не носиться по маршруту центр-окраина, центр-окраина. И тем не менее нам сказали, что в центре, поскольку все переполнено, жить там невозможно, хотя там никто не живет, и проехать там невозможно, хотя туда не приезжают таких количеств, в которых это бы всерьез могло потревожить жизнь москвичей. Тем не менее центр будет расчищен, о чем, собственно, Хуснулин и проболтался. Ему тут же застегнули рот и сказали, помолчи недельку, после выборов выступишь. Тут же Ликсутов его одернул, сказал, что это не твоя компетенция, хотя это действительно не его компетенция. И тем не менее было понятно, что вот с этой пересортицей будут бороться, и третий сорт изведут каким бы то ни было образом. А для второго сорта, ну, конечно же, вот для него и все работы, какие только есть. Для него сейчас Ликсутов пытается для второго сорта, для пешеходов, отменить маршрутки, потому что это слишком удобно, загнать большие автобусы в час пик, которые нигде не пролазят. Непонятно, что будет у нас с трамваем, но программа трамвая, она абсолютно пустышка. Зато реформа такси, в результате которых такси так и не стало. То есть шахидов не победили, а такси не появилось. Ну и выделенки для тех же самых автобусов. И, кстати, смешная новость вот только сегодняшнего дня о том, что в ближайшее время в Москве будет разработана система, благодаря которой весь общественный транспорт и автобусы в первую очередь будут оснащены наконец-то все тем же самым ГЛОНАССом. И это позволит объезжать пробки. Это позволит автобусу съезжать с маршрута. Это позволит автобусу вообще не показываться на остановке, но абсолютно легально. То есть водитель автобуса едет, понимает, что впереди пробка, и он выбирает между двумя важными приоритетами. Приоритет первый – это пассажиры. Приоритет второй – это стояние либо не стояние в пробке. Да плевать на этих пассажиров. Да я спокойно объеду эти пробки. Причем авторы, разрабатывающие вот эту вот систему, они говорят, что ведь клиенту даже порой без разницы, к какой именно станции метро его привезут. Поэтому если пробка там, где планировалось остановиться, водитель автобуса имеет право принять решение, объехать все пробки и приехать к другой станции метро. Но он же выгрузит людей. А вот что делать тем людям, которые стоят на автобусной остановке и ждут именно этот маршрут, который там где-то петляет огородами? Да в конце концов, плевать на вас тысячу раз. У нас ГЛОНАС не для этого, у нас автобус вообще не для этого. И вот здесь как раз возникает очень интересная коллизия по отношению к второму сорту, то есть к пешеходам. С третьим все понятно. Третьего быть не должно. Для этого будут шлагбаумы во дворах, для этого будут парковочные места по зверской цене и расстрел на месте за то, что ты поставил машину в неположенном месте. Помните, как у нас с мойками было отработано? В Москве запрещено мыть машину самостоятельно в не специально предназначенных для этого местах. Здорово. В Москве нет ни одного специально предназначенного места для того, чтобы я там легально мыл свою машину. Их просто нет. То же самое будет с парковочным пространством. То есть сейчас водители выкинут из центра, потом их отодвинут за третье транспортное кольцо, потом сделают платными зонами абсолютно всю территорию Москвы для того, чтобы платили, 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 не ездили, не ездили, не ездили, не ездили. А с пешеходами все гораздо интереснее, потому что маршруты, как были проложены вдоль основных магистралей, так и остаются. По микрорайону на автобусе не проедешь. Там маршрута нет. И это вот со времен еще Брежневских было заведено, когда глубина застройки в микрорайон должна составлять порядка 15 минут пешком, нетрезвой походкой от конечной остановки, от крайней остановки. То есть ты вылез из автобуса, пошел вглубь района, у тебя должно быть порядка 5-6-7 корпусов, чтобы ты сумел доползти и не сдохнуть по дороге. Более поздняя застройка подразумевает глубину проникновения в микрорайон на дистанцию, подразумевающую уже 30-40 минут на пешкодральник, либо на машине, а машина тебе будет запрещена. И вот, когда люди из каких-нибудь ханты-мансийских далей приезжают в Москву, гуляют по Красной площади и ведут под ногами корявую брусчатку, они что делают? Они потом мастят плиткой всю Москву. И вот пешеходу, то есть человеку второго сорта, с третьим, понятно, победили, а второму сорту ему создадут тот самый привычный пейзаж, который и ассоциируется у приезжего с москвичем. О том, что москвичи не любят брусчатку, об этом мало кто знает. Зато сейчас взломали абсолютно весь асфальт возле станции метро, кладут корявую плитку и кладут ее как? Точно так же коряво, как принято на Красной площади. Ведь у нас Красная площадь, она же неровная. Ее два века закрыли в камень, и за два века не смогли выровнять. Даже в 1972 году, когда была проведена реконструкция Красной площади и положили брусчатку на бетон ровной, она от этого не стала, Красная площадь. И вот эту историческую традицию понаехавшие определили как столичную традицию. Этакий шик, неровная корявость брусчатки, в данном случае плитки. Пешеходы, дорогие, автобусов у вас по расписанию не будет, метро у нас переполнено, трамвай забудьте про него, от троллейбуса мы отказались, такси мы реформировали, маршрутки мы закончим. Поэтому, пожалуйста, по корявой плитке, как вы и любите свою Красную площадь, ходите, пока не поломаете себе ноги, на любую дистанцию. Первый, второй, третий сорт, первый выиграл. Перерыв на новости. В Москве традиционные трудности на дорогах, они теперь уже, опять-таки, не менее традиционно отличаются по сайтам и порталам, на истерически относящемся к собственному имиджу, там 8 баллов, а на Mail.ru пробки 9 баллов. Причем, вот с общаяшнего дня мне начали на Facebook выкладывать такие же озабоченные справедливостью люди, как я, картинки несовпадения пробок по одному порталу и по другому порталу. И видно, например, что на Mail.ru вот в этом месте все стоит, а на другом истерическом сайте там ничего не стоит, там все движется. И люди как раз помечают, где они в этот момент стояли. То есть они стояли в этой пробке, вот они здесь застряли, вот Mail показывает, что здесь все, дальше можно не ехать. А другой сайт показывает, да все нормально, ребят, приезжайте в пробке тут совершенно спокойно, вы покатаетесь и отлично проведете время. Ну, такое вот удивительное несовпадение алгоритмов. 65, 10, 9, 9, 6. Константин, здравствуйте. Вы у нас сегодня первый. Сергей, здравствуйте. Здрасте. Давно слышал вашу передачу, вот решил позвонить, так как встал вопрос по поводу приобретения машины, как ни странно. Странный вопрос. Может быть, все-таки пора на автобус и по кафельной плитке так элегантно скользя? Да нет уж, нет уж. А что это вы такой, вы что, москвич что ли в натуре, Константин? Нет, подмосквич. И вот вы себе позволяете, на вас два мэра навалились, один краш и другого, а вы все никак не оцените заботу что ли? Ну, уже хватит, уже общественно транспорно пользоваться, хочется вот на личный транспорт пересесть. Ай, вот так вот, знаете, попахивает, в общем-то, сопротивлением официальной политики властей. Да, и так, что у вас, пока вас еще не заставили пешком ходить? Такой вот вопросик, вот никогда не слышал мнения вашей передачи по поводу автомобиля Subaru. Это говорит о том, что вы недавно слушаете эту передачу? Ну, примерно где-то месяца три-два. Ну, это для дедовщины неподходящий стаж. Это так, в новобранцах. Знаете, у нас тут есть совсем матерые, которые говорят, вот помните, вы в прошлый раз говорили про Subaru, и этот прошлый раз был там, соответственно, год тому назад. Так, а что про Subaru? У вас не хватает данных для анализа? Друзья не подсказали, опыт никак не коррелируется? Да, как-то вот у знакомых почему-то ни у кого нет Subaru. Есть Toyota, есть Volkswagen, но Subaru нет. И у меня вот мой взгляд пал вот на Impreza. Вот, с 2012 года она в салончике стоит. Вот, и вот такой вопрос, как она вообще по эксплуатации, как бы много ли с ней проблем будет. И вот по посадочке. Зимой я проберусь по нашим московским чистым дорогам. Константин, вот обратите внимание, из ваших друзей, людей, достаточно искушенных за рулем, никто себе Subaru почему-то решил не покупать. Вы пришли в салон в конце 2013 года, и там обнаружили, о чудо, специально для вас, как коньяк многолетней выдержки, Impreza, даже трудно сказать, какого, 2012 года. А скидка на нее есть какая-нибудь? Есть, довольно-таки большая, 23%. 20 сколько процентов? 23. 23%. Да, это хорошая скидка. Это приятно. Если вы ее же купите в 2014 году, она, кстати, там будет стоять, никуда не денется вообще. Я думаю, что у нас скидка будет уже целых 24-25%. Возможно. То есть такая перспектива есть, поскольку, ну и, в общем-то, сама по себе фирма не блистательная последние годы, к сожалению. Да и Impreza у них, ну не тот аппарат, который вот Impreza первого поколения, она же второго поколения, там только рестайлинг. Те были Impreza как-то поинтереснее, поживее. А это, я так понимаю, полноприводная на вариаторе с каким-нибудь 1 и сколько? Или 2 литра? Нет, 2 литра, 2 литра. 2 литра. Ну, любой 2-литровый мотор неплохо едет до какой-то степени. Эта штука не турбированная у вас. Мотор у нее первый и единственный, потому что фирма Subaru, она в конце 60-х решила все-таки как-то автономно заявить инженерный потенциал, талант, блеснуть чем-то. Там как раз под кустом другие ребята из соседней фирмы созидали двигатель Ванкеля, роторный, а эти решили оппозитник себе сделать. Вот они этот оппозитник сделали, с тех пор он не изменился. Они, конечно, рассказывают, что это совершенно другой мотор, но этот совершенно другой мотор, это точно такой же, ему уже скоро будет там порядка 40 лет, в экологические нормы он не очень укладывается. И для спокойных водителей его хватает, а для тех, кто привык, что Subaru это гоночная машина, его не хватает, потому что он едет ровно до тех пор, пока не прогреется. Пока у него смесь богатит на холодном моторе, все нормально. А вот как только он прогрелся, вышел в нормальный режим, начал заботиться об экологии, он сказал, все, давайте лучше постоим. Но ехать на этом можно. И Subaru Impreza, и Subaru вообще, чем она плоха? Тем, что у нее омерзительная дилерская сеть, ну, хуже, чем у Subaru, наверное, только у АЗЛК. Вот то, что по гаражам дядя Вася паяльником вам может сделать. Из моего опыта, во всяком случае. И второе, это неровное качество. Иногда бывает, люди покупают машину марки Subaru, но никаких проблем. Ездят 10 лет и счастливы. Иногда, в основном, это автомобильные журналисты. Они покупают себе Subaru, ну, и занимаются капремонтом, потом они занимаются капремонтом, потом они занимаются капремонтом, потом они ее чинят, а потом они занимаются капремонтом. И все это за 100 тысяч. Потом они ее выкидывают, говорят, да провались ты. И после этого так сдержаны в своих оценках, в статьях, в материалах, и на сайтах по поводу Subaru. Ваша машина, она не понравилась абсолютно никому, то есть она уже целый год просится в хорошие руки. Никто ее почему-то в хорошие руки не берет. На будущий год она же тоже будет стоять и проситься в те же самые хорошие руки, и может быть, только в этой связи ее можно будет купить, потому что у нее наконец-то станет лояльный ценник. Это очень неплохой аргумент для приобретения автомобиля. Лояльный ценник. Особенно, если вы не будете брать ее в кредит, потому что вы видите, что происходит у нас в экономике, то есть прогноз серьезных экспертов о том, что в 2014 году у нас здесь погибнет все и навсегда, соответственно, будут проблемы по банковскому сектору, по возвращению кредита, по процентным ставкам, они не располагают к тому, чтобы брать машину в кредит. Кто его знает, как этот 2014 год намоухнется. Если вот вы придете и в январе ее возьмете за полный нал где-нибудь со скидкой, может быть, даже в 30%, это будет как минимум интересно. Потому что любая самая плохая японская машина, она, ну, может быть, всего лишь в миллион раз лучше самой советской. Это очень серьезный разрыв по потребительским преимуществам. Ну да, естественно. То есть, это будет как минимум интересно ехать, а завязнете вы или нет, по-разному, по-разному. Иmpreza она достаточно легкая, у нее вот эти вот имитаторы блокировок, ну, в общем-то, довольно регулярно справляются. Как именно алгоритм Impreza просчитан, сказать не берусь, но на ее же базе универсал, который называется пятнашкой, он же XV, он как раз умело борется с бездорожьем, потому что там замечательно совершенно прописанная программа электронной имитации всех блокировок. Но она и заявлена как кроссовер, в отличие от Impreza на основе которой сделана. Посему, вот самый главный аргумент за покупку этой машины, это ее серьезная скидка. Все остальное, ну, очень странно. И качество, и салон, ну, про дизайн не говорю, ну, мало ли, кому-то же нравится, кому попадья, кому попадья, кому попадья. Понятно. А может быть, тогда как-нибудь совет, на что стоит внимание обратить, вот, до миллиона, ну, или миллион, вот, не особо, что больше было. А миллион-миллиону рознь. Вот миллион сейчас и миллион, например, в истерике дилеров под Новый год, он будет наполнен несколько иным содержанием. Сейчас вы можете... Планирую под Новый год. Да, вот под Новый год, либо в январе, когда у них совсем смерть будет, вот, когда просто конец. Ну, под Новый год, конечно, они будут до последнего держаться, 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 но, скорее всего, будут уже всерьез скидывать, потому что план никто не выполнит. У них осень разорительная, и план года мало кто скорректировал. Но, знаете, как с миллионом? Введите в Яндекс.Авто, посмотрите, какие есть предложения и их отслеживайте, потому что сейчас ниша миллионных автомобилей будет потихонечку добавляться, но полноприводников там будет немного, потому что лиховая полноприводная машина вообще-то редкость. Обычно все-таки это кроссовер, а кроссовер это другая категория, в том числе и по классу, по цене. Понятно. Спасибо большое. Какие приятные муки выбора автомобилей. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Это я попал, да? Вот вы попали, Александр. Вы даже не поверите, как вы попали. Наконец-то. Сергей, у меня, конечно, машина намного поскромнее. Я слушаю очень давно вашу передачу, и вы как бы вроде ничего относитесь к машине Сандера. Вот меня интересует еще степ-вей. Александр, во-первых, я хорошо, заведомо хорошо отношусь к вам. А во-вторых, какая у вас машина, в данном случае не играет никакой роли. И то, что вы слегка стесняетесь своего Сандера, замечательного, родного и очень грамотно придуманного под нашу страну, это бы напрасно. Сандера классная штука, степ-вей в принципе особого смысла не имеет, если у вас есть Сандера, потому что это ну чуть-чуть получше, ну чуть-чуть, ну совсем самую малость чуть-чуть. У вас уже очень хорошая машина. То же самое припонятое на 1 сантиметр, обклеенное по кругу пластмассой, но это знаете как, ну то же самое только с перламутровой пуговицей. Смысла поиска особого нет. У вас в руках настолько достойный аппарат, сделанный специально под нашу страну, что поменять его на степ-вей можно, но это вот уже такое легкое бытовое пижонство. Типа, почему вы благородному дону не посмотрите руканских ковров? Сергей, я просто вот со стороны смотрю, со стороны. Оставайтесь на линии. Мне кажется, у степ-вей у него дорожный просвет повыше немного. Правильно. После новостей продолжим. Александр, я правильно понимаю, вы хотите себе джип, но по маленькой цене? Да нет, нет. Почему джип? Мне просто, ну просто машина с передним приводом. Вот у меня есть, допустим, дача для семьи. Мы очень это, любим на рыбалку, в лес. Вот мне кажется, эта машина как раз подойдет. Вы выиграете как раз один сантиметр и визуально чуть более джиперский вид. Она не станет внедорожником, она как была переднеприводной, так и осталась. Геометрическая проходимость чуть-чуть улучшена. Пластиковый обвес, такой минимальный, позволяет вам скрестись какие-нибудь кусты, собирать ромашки бампером. Вот и все. То есть вы меняете то же самое на то же самое, но чуть-чуть повыше. Вы не советуете, значит, да? Нет. От добра-добра нет. Либо, Александр, если вот, что называется, дача настолько в хорошем месте, что даже Великий Воробьев не может расчистить к ней дорогу зимой или там осенью, то либо цепи противоскольжения, у нас не принято на этом ездить, но цепь, она реально делает машину почти танком. Очень многое позволяет. И вы, ну сколько там, за тысячу рублей максимум приобретаете те же самые потребительские свойства. И еще тихонечко подрабатываете трактором у соседей. Либо вы уходите в другой класс автомобилей. Там, где есть уже постоянный полный привод или там подключаемый, где есть, например, понижайка в раздатке и так далее. Начинается... Это дастер, да. Это дастер тоже. Как вариант. Да, как вариант дастер. Да, да. И тем более, сейчас он к нам придет на автомате, посмотрим, что он утратит, что он сохранит в себе, потому что там, возможно, всякие компоновочные решения не самые удачные. Вот его под конец года нам, в конце концов, предъявят. Будет очень любопытный вариант. А на ручке он уже дееспособный. Двухлитровый дастер, замечательный аппарат. А, кстати, можно и на дизеле его взять. Просто дизель, он зверски дорогой по цене, по стоимости литра топлива. Ну, а поскольку государство, оно не имеет других доходов, кроме как грабить нас с вами, соответственно, литр будет расти. Кстати, вот, Александр, а какой вот ваш личный предел стоимости одного литра топлива? Вот после какой планки вы были бы уже готовы взяться за топоры, а не за экономию? Ну, наверное, в 14-м году, наверное, через полгода мы будем все за топоры браться. Я так уже чувствую с вами всеми фибром души. Ну, это может быть по причине, например, норм потребления электроэнергии и горячего и холодного водоснабжения, обязательно по литру топлива. То есть поводов схватиться за топор нам подкидывают много, но вот ваш личный предел, литр почем, после которого вы принимаете кардинальное решение? Ну, это, наверное, уже за 40 рублей где-то. А они заявили, что за 50? Да. То есть они готовятся к тому, что 50 литров, это 50 рублей за литр, это нормально? А они нас потихоньку к этому готовят, чтобы мы это все переварили, пережили и согласились с этим. Ну, а мы же с вами согласимся. А когда мы, Александр, с вами не соглашались? Ну, хоть раз. Хоть раз. Мы с чем не согласились в своей жизни? Вот, Александр, мы с вами, как единая общность под названием советский народ, а мы же достойные продолжатели советского народа, что так, что этак. Вот мы с вами с чем хоть раз не согласились? У нас ведь вся жизнь прошла под знаменем о мерах по дальнейшему улучшению и по просьбам трудящихся. Вот все, что мы имеем, это по просьбам трудящихся. Ну, мы не согласны только в курилках и на кухне. А так-то мы все молчим. Не знаю, это, наверное, сущность наша такая. Да, в том числе. Ну, вот 40 рублей за литр это планка, которая будет преодолена, сильно подозреваю, что уже вот совсем скоро, поскольку нас готовят к 50. А потом еще все это. У меня вот, Сергей, лучше, конечно, покупать под Новый год или в январе, да? Как вы советуете? Да, да, да. Под Новый год, вот именно этот Новый год, по идее, будет многообещающим, потому что у них очень плохо по бизнесу, осень неудачная, лето так себе было, и если они надеялись, что осенний всплеск позволит выполнить план по продажам, то уже сейчас понятно, что не позволяет. А бонусы как раз начисляются по выполнению плана продаж. И те дилеры, которые его не выполняют, они по большому счету оказываются на грани разорения. Ну, чего я искренне им желаю. Чем быстрее они разорятся, тем лучше. Ну да, может, я вот все время езжу по салонам, вот с этими дилерами общаюсь и думаю, ну, господи, ну почему же к нам из-за границы не придут нормальные люди, дилеры, они начнут там продавать машины. Ну, действительно, это кошмар просто какой-то. Александр, вы затронули тему варягов. А когда варяги к нам пришли на Русь править, это что дало? Вот какие позитивные стороны в результате? Ведь мы всей своей историей хлебаем последствия власти, которая понимала, что это население для нее, это не свои родные, это не родственники, это те, за чей счет они могут заработать всего-навсего. И каждое пришествие варягов к нам, за очень редким исключением, оборачивалось против нас, потому что мы мелкоразменная монета на их игровом поле. И вот все официальные представительства у нас, это те самые иностранцы и дилеры, это те самые дилеры, которые гарантируют, что будет так же качественно, как у них на родине, на заводе. то, что они жлобы и уроды, это ментальная особенность экономики. У нас вертикаль выстроена таким образом, чтобы мы в принципе были негодяями по отношению друг к другу, что в быту, что на работе. Сосед соседа должен ненавидеть, нация должна нацию ненавидеть, конфессия конфессию должна ненавидеть. Это позволяет спокойно, более-менее, решать вопросы не в нашу пользу. И когда вы говорите о том, что хорошо бы иностранцев, так вот это они и есть. Иностранцы нам отдали право представлять их интересы, а заодно и помогать нам с вами ездить не на Жигулях, а, например, на Рено Сандеро. Но в силу причин устройства нашей жизни, которые спущены нам сверху, из этого получился опять какой-то очень негодяйский вариант. Но варяги в чистом виде к нам приходили и ничего хорошего не получилось. Вот в таком опосредованном мы с вами хотя бы уже поехали за рулем Сандеро. Представляете, вы бы сейчас ездили на Москвичи 412-м и мечтали бы о ВАЗ-2106. Да ужас! Да я, кстати, это, у меня, кстати, недалекий пример. У меня была машина Golf 3, универсал, правда, я покупал с рук 1996-го года, но мне его пришлось продать. А по работе мне нужна была обязательно машина и я купил Калину. Но вот я вам эпопею с этой Калиной вкратце могу рассказать. Через месяц у меня стала вылетать третья скорость. Я ждал, пока мне заменят коробку. Просто по работе. Я взял просто по работе, думаю, ну покатаюсь я год-два. Мне потому, что по области надо ездить. Сделали они через месяц. Ровно после коробки через неделю у меня накрылась печка, обогреватель. Я даже не хочу вспоминать про эту машину. Я ее продал, перекрестился, и слава Богу, что мне ее купили. Александр, вы ездили за рулем самой лучшей, самой современной машины нашей страны, которая является вершиной отечественного автопрома. Ну это понятно. Это понятно, да, я понимаю. Они сейчас, кстати, в вашей программе до экипажа там был анонс, что выпускают новую колину. Я говорю, слава Богу. А почему вы думаете, что новая колина будет сильно отличаться от страны? Я не думаю, я просто знаю, что она ничем не будет отличаться. Нет, конечно. Абсолютно. Там какую-то новую пуговицу, как вы говорите, приклеят и взберут за нее денег, и все, больше ничего не будет. Конечно, конечно. Откуда у этих людей может быть что-то новое, в том числе новая колина, или, например, новые идеи, или новые материалы, новые технологии? Не может быть, ну что вы. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Сергей. Вы дождались. Алексей, здрасте. Да, я дождался просто. Честно говоря, у меня произошел случай, который я просто не могу не поделиться. Я долго пытался дозвониться на вашу программу. Тем не менее, у меня три момента, которые я хотел озвучить. Первое. Вам большое спасибо за вашу передачу. Она не просто просветительская в качестве знакомства с автопромом нашим и отечественным, и импортным, но и воспитывает водителей. Я даму наглядный пример. Значит, второй момент. Это я хочу вам поведать историю, которая произошла со мной и ГАИ. Значит, я слушаю ваши передачи с самого вашего начала появления и очень наслышан, как говорится, как вы отстаиваете свои права перед всякими чиновниками. Научившись этому делу, я, когда у меня подошел срок возврата прав по тому, что произошла авария с смертельным исходом, к сожалению, мне выдали справку в УИНе, что права должны были вернуть мне в августе этого года, там, 10-го числа. Я пришел в ГАИ с этой справкой, мне сказали, что я, поскольку я уклонист, не сдал вовремя права, а я должен там по статье их сдать в течение трех дней, мне вернут их только 11-го сентября, в результате чего я почитал закон, изучил его, понял, что уклонистами меня может признать только суд, и для этого они должны доказать, что я уклонист, вот, и в течение трех дней я не сдал права, потому что у меня их задержал служба исполнения наказаний, когда оформлял документы на лишение прав, вот, я возмутился этому вопросу, на что мне сказали, это мы тут решаем, я говорю, окей, в результате чего я подошел к начальнику ГАИ, отдела ГАИ, в котором мне изъяли права, накатал заявление, где дополнительно к заявлению указал, ну, описанию своей ситуации, указал, что человек, который мне не отдает права, превышает служебные полномочия, статья такая-то, находясь на госслужбе, самое, и самоуправство написал, да, а поскольку он находится на госслужбе, а не просто человек с улицы, да, он просто, скажем так, карается штрафом, да, но он лишается каких-то там привилегий, плюс он лишается должности, плюс он, как говорится, исправительной работы, ну, в общем, я там все подробненько написал, да, в результате отдал заявление, зарегистрировал его, на что мне был ответ письменный, опять же, да, что мы тут решаем, вы не правы, я с этим ответом пошел от замначальника к начальнику ГАИ, достаточно адекватный молодой человек, ну, чуть постарше меня, да, каким-то образом он в начальнике выбился, не знаю, но, тем не менее, выслушав, алло. Да-да, я внемлю. Алло, Алексей, на самом интересном месте. Вот видите, какие оказываются у меня бодрые ученики, и мой любимый список статей, 30-е, 286-е, очень действенный инструмент, и абсолютно правильно то, что Алексей, во-первых, не согласился с позицией обвинения, во-вторых, пошел до конца, от одного начальника и так выше, по иерархической лестнице, до самого-самого верхнего. Судя по боевому настрою Алексея, победы он добился, и Алексей, ну, вдруг вы дозвонитесь, вы дорасскажете, чем закончилась эта история, но это абсолютно правильная позиция. Вот это абсолютно правильная позиция водителя, потому что там, где лишение было за дело, да, вот оно состоялось, а вот все остальное, вот эти все милицейские привычки гадить человеку просто по принципу «ты беззащитен, поэтому мы тебя обвиним, например, в злостном уклонении», или неважно, в чем еще. Не соглашайтесь, не соглашайтесь ни с кем и ни по какому поводу, ваша вина всегда должна быть доказана, вот пока она не доказана, вы ни в чем не виноваты, в принципе, даже бесполезно по этому поводу с кем бы то ни было, о чем бы то ни было спорить, они обязаны доказать. Валерий, здравствуйте. Альюк. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Говорите. Все? Во-первых, Вот уже вы в эфире, вот теперь, Валерий, все. Я знаю, я знаю, Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Во-первых, мне понравилась очень фраза по поводу того, что бейсбольные биты это новое холодное оружие. Да, это не отвертка, которую нас убивают в стране. Это же бейсбольные биты, которые молдаване у нас тут крушат кому-то головы. Мне тоже понравилось. Да, это интересная тема. Вот. А вообще у меня вопрос по поводу формата передачи. Меня заинтересовало в последнее время, я давно слушаю Синам-ФМ. Появился еще один альтернативный источник информации по поводу автомобилей, а молодой человек, судя по голосу, с утра лишает мне возможности слушать Владимиру Владимировича Симагу. Минут 15 наверное занимает время. Перед вашей передачей. При этом судя по всему это видео. Зачем мне предлагают слушать видео? Я не очень понимаю, что происходит и ваше мнение. Валерий, вы же должны получить представление о том, что такое восьмой сорт. Вот это 10 секунд или 10-минутная программа как раз восьмого сорта. Новости. Елена у меня посредством электронной почты спрашивает мнение о Volkswagen Turane дизельном. Елена, замечательная машина. Как хорошо, что у вас она со временем будет. Вячеслав, здравствуйте. Алло. Вячеслав, говорите. Алло. О, Вячеслав, где же вы? Ну вы же дозвонились. Ну вот так вот. Ну вот так вот, Вячеслав. Представляете, практически судьбу вы держали, зажав одной ладошкой. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Не буду оригинальным. Хочу вас поблагодарить за вашу передачу. Вы оригинальный. Здравствуйте, гражданка. Спасибо вам. Вам большое спасибо. У меня вопрос немножко правовой. Я слушал вашу передачу и в курсе, что вы встречались с людьми, которые занимаются ОСАГО, проблемами, связанные с этим. У меня такая чисто бытовая ситуация. Товарищ попал в ДТП, в него въехали, машина у него старая, Альмира, ему насчитали там с учетом всяких износов, со всего прочего. 50 тысяч. Машин побили сильно и, соответственно, денег этих не хватит. Конечно. Для того и ОСАГО. Да, да, да. Чтобы все были довольны. Чтобы никто не страдал у нас в стране. Все было хорошо. Для того, чтобы... Ну да, для этого в том числе. Так, в чем дальше суть? Есть какой-нибудь выход из этой ситуации, потому что человек, который уехал, он как бы тоже не виноват, у него есть покрытие 120 тысяч, страховая не насчитала эти 120 тысяч. Соответственно, ну как бы он страховался для того, чтобы не платить. Его можно понять. А в 120 тысяч ремонт машины вашего приятеля, как вам кажется, уложился бы? там ущерб какой? Да, да. Ну, уложился бы, конечно, уложился. Здесь вариантов не очень много. Самый из них действенный, это отремонтировать машину за свой счет и подать в суд того несчастного человека, который въехал, на возмещение конкретно понесенного ущерба. Статья 1064 Гражданского кодекса вне зависимости ни от чего обязывает причинителя ущерба его возместить. Сумма ущерба она исчисляется чеками, которые будут предъявлены вашим другом по поводу каждой железки отремонтированной, покрашенной, купленной, то есть вот совокупность этого ремонта. Тем более, если она уложится до 120 тысяч. И солидарным ответчикам по этому иску может быть привлечена страховая компания. Задача страховой компании, конечно же, никому ничего не дать, но по суду такие дела, в принципе, выигрываются, потому что здесь есть конкретная сумма ущерба, которую по Гражданскому кодексу обязаны возместить. Ну, несчастлив тот человек, который живет в нашей стране и рассчитывает на то, что полис ОСАГО избавит его от неприятностей. Нет, он избавит его только от денег. Ну, собственно, для чего и придуман. Ну да, насколько я понял, счастливы только те, кто живут на просторах Сибири, которые могут ездить без номеров, не пользоваться полисами ОСАГО. Не только Сибири. Я этих людей встречал, вот, например, когда я ездил из Архангельска в Мурманск, там люди ездят без номеров, именно потому, что вот эта государственная забота их уже достала. И когда я спросил у них, там ни один, ни два, ни три, вот целые населенные пункты, там деревни, колхозы, все без номеров, причем на приличной технике, я спрашиваю, ребят, а если гаишник приедет? Один из них такой довольно крепкий парень, он говорит, а что, тайга большая, его лет через пять здесь найдут, не раньше. Ну, вот, к сожалению, плохо, что у нас люди такие, только вот на просторах Архангельской области обитают. И задача государства, чтобы мы были вот как раз такими, как в Москве, почему нас всех пытаются сгрудить в один город? Потому что здесь в том числе проконтролировать можно, не то, чтобы прокормить, потому что видеокамеры на каждом углу, и чем ближе к власти, тем, соответственно, большее количество шкур эта власть может спустить. А люди, живущие на воле, да еще с пониманием этой воли, да еще если они сохранили историческую память, совесть, если они порядочные, а что с ними сделаешь? У них как не крутись, вот бейсбольную биту сколько ни приравнивают к холодному оружию, они все равно тебе сдачи дадут так, что мало не покажется, поэтому их особо не трогают. Да, тут как бы никакой государства уже и не страшно. А тем более наше государство, потому что наше государство, оно отличается чрезмерной злобой и при этом сочетает с потрясающим бессилием. Ну, там, задавить пусера это оно еще может, а что бы то ни было всерьез сделать, оно не в состоянии. Ну, вот с такими слабаками злобными обычно что делают? Когда они начинают уже сильно доставать, тогда они получают рецензию. Особенно от воли людей. Да, Сергей, спасибо большое за ответ. Не подскажете, где можно юридически более грамотно это прочитать, как можно на какой-то сайт обратиться? Здесь, поскольку это серьезная тяжба, то, Андрей, читать здесь не получится, здесь нужно брать адвоката. Здесь нужно брать того человека, который пойдет с вами в суд и будет вести это дело до конца. Поскольку, как только вы выходите на эту тропу войны, у вас должно быть оружие. Оружие – это адвокат. Да, это понятно. И просто парировать вот этих профессионалов, у которых задача вам не заплатить денег и задача послать вас подальше, будет очень тяжело в одиночку. Поэтому сайт сайтом, а сначала ищите адвоката, причем по друзьям. Кто-то где-то, когда-то, возможно, нашел порядочного человека, не того, кто отрабатывает номер за ваши деньги, потому что он в суде проиграет. Он скажет, ну, я вам оказал эту услугу в полном объеме, заплатите мне, а то, что я не победил, так, знаете, тут было тяжело победить. Вам нужен человек с совестью. Его найти сразу не удастся, потому что среди адвокатов – это тоже большая редкость. Но как только найдете, вот после этого, краеугольная точка, 1064-я статья, 1.064, вот она является ключом к всей этой ситуации. Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Я по поводу предыдущего, так сказать, товарища, который там, как бы выбить деньги из страховой компании и прочего-прочего, могу заявить, что вот очень неплохо полазить на различного рода байкерских сайтах. Там вот автоюристы очень неплохие. В частности, мне все время повезло, после того, как в меня въехали, и компания «Росгострак» заплатила мне 4 тысячи рублей за то, что на мотоцикле «Вэмакс» передняя вилка была закручена в штопор. «Вэмакс» – это хороший мотоцикл. Это у вас, будь здоров, какая ступа. Вот, да. А там самая дешевая деталька, самая вот, которую я нашел, она стоит 200 долларов. А мне вот как-то говорит, вот вам хватит 4 тысячи рублей. Вот. Мне стало очень обидно. Я на байкерском сайте нашел, в общем-то, там, ребята, автоюристы. Вот. Они там сказали, говорят, ну как, хочешь, мы тебе за 8 тысяч напишем, что тебе в суде говорить, а хочешь 25 тысяч, и мы сами это делали до конца. Я честно рванул рубаху и сказал, что давай. Вот 25 тысяч, ну, ребят, вот. Оказалось, в общем-то, в итоге вернули 140 тысяч. Оно того стоило, потому что 4 тысячи вам страховая компания дала только, чтобы утереться ими. Вот. Причем я-то рассчитывал, что, ну, хорошо, ладно, ну, дали бы хотя бы там 40-50 тысяч, ну, там я еще что-нибудь, ну, как-нибудь, ну, сделаю. И, наверное, если бы они дали 40-50, я бы, наверное, в суд не пошел. Но 4 тысячи это был плевок в морду. Вот. Поэтому я уж, естественно, не выдержал. Старательный такой плевок, потому что, Владимир, они же там собрались специально для того, чтобы вам плюнуть и мне, и еще в спину, и еще растереть. А тут пришли зубры, которые сказали, а мы не согласны. Да ладно, там мальчик какой-то на листепельнике, вот мы ему торжем 4. Да-да-да, мальчик. Да. Владимир, за эту победу вам огромное спасибо. За то, что вы пошли до конца, за то, что вы выиграли, и за то, что вы позвонили, поскольку это поддержка для очень многих людей, сомневающихся в том, судиться или не судиться, идти или не идти. Судиться однозначно. На бой идти однозначно. Вот раз уже случилось, все, дальше поджатые коленки не проходят. Все, хвост трубой, вперед, сабли на голову. Вот кавалерийская атака на танки, она, как правило, бесполезна, но это, в принципе, последнее, что человек может себе в жизни противопоставить, и что себе позволить. Да, бессмысленно на танке, но вот именно тем и славна кавалерия, что, а потом видно будет. А с другой стороны, вся эта пассивность, она, в общем-то, нас всегда убивает, если мы сейчас вот эту вот фабельку-то уберем куда-нибудь, а там куда-нибудь в лесочек, а там это да. А по лесочкам нас перещелкают, потому что выживаемость, конечно, у нас повышенная, и может быть, мы можем еще как-то там себе земляночку отрыть, но это жизнь землянки. Это не то же самое, когда по твоей земле ходит враг. Правильно, потому что я полностью согласен. Вот еще там у вас очень правильно молодой человек сказал, что вот 40 рублей за литр, я вот являюсь обладателем Сан-Йон Коктен Спорт, вот, замечательный двухлитровый турбодизель, жрет мало, все, но я понимаю, что, в общем-то, уже сейчас, если раньше мне там полторы тысячи, у меня полный бак, и все замечательно, то сейчас я понимаю, что у меня уже где-то там две триста полный бак, вот еще, и так это вот, и вот каждые там полгодика оно вот-вот больше-больше-больше-больше-больше-больше, и я понимаю, что скоро уже надо будет действительно, там, не знаю, с сайбельками на кавалерию, с коктейлем Молотова, там, с чем еще там, так сказать. С бейсбольной битой, которая теперь уже холодное оружие. Да, бейсбольная бита, вот такая, скоро монтировка, которая в багажнике, тоже ее к холодному оружию приравняют, еще будет интереснее. Да, кроме отвертки, которые, собственно, и 25% убийств в нашей стране происходят. Отвертка ни в коем случае, вилка, нож нет, а вот, например, пистолет ни в коем случае нельзя, потому что мы первым делом уже пойдем в советскую власть свергать, поэтому короткоствол запрещен. Сергей, меня всегда смущало то, что, значит, у нас как бы там идет активная борьба, там, значит, там, не оружие в массы, не, так сказать, там, там, такое ощущение, что все преступники, которые там пистолетами, там, прочими, там, ножами, прочее, они пошли, получили справку, пошли в милицию, так сказать, зарегистрировали оружие и потом пошли с ним грабить банки, совершать бобсов. И именно после того, как мы сдали в пуле гильзотеку оттиски, после этого мы идем, обязательно следим своими преступлениями. Когда народ считают за быдло, а оно это подтверждает, мы имеем вот такой результат. Экспертное радио.